Всем привет! Сегодня поговорим о программе Вентай от китайского разработчика. К сожалению, сведений о нём практически никаких нет. Ну вот, послушайте, как звучит название программы на английском языке. Вот таким вот образом. Значит, эта программа предназначена для создания мультизагрузочных флешек. То есть флешек, на которые можно записать сразу несколько операционных систем изообразов. Первое достоинство программы работает одновременно на двух таблицах разделов. На старой MS-DOS, MBR и на новой GPT UEFI. То есть всё, что вы скиньте, какие изообразные флешку, они будут грузиться и на старых компьютерах, и на новых. Это, скажем так, большой плюс. Ещё один плюс на то, что эта программа, значит, вот на сегодняшний момент тестировалась 554 изообразов. Ни одной подобной программы я в жизни, как говорится, не видел. Вот посмотрите. И винда, и сборки виндпе, и убунту, и дебиан, и дипин, и линуксминт, и арчики, и там чёрта в ступе. Вы представляете, 554 изообраза. Это что-то. Дальше. Программа крайне проста в управлении. Крайне мала. Записывается в лёд. Возьмите любую флешку, отформатируйте, а потом, значит, просто-напросто поставите на неё эту программу. Как это дело делается, я вам сейчас покажу. Вот есть идея загрузок, downloads. Поскольку я нахожусь на винде, вот я сейчас зайду на винду, пролистаю сюда, вот, винду, zip. на рабочий стол. И голова не болит. Вот, всё, готово. Что делаем? Я сейчас разархивирую и вернусь к этой теме. Итак, файлик мы скачали на рабочий стол. Вот он. Ну что, давайте его распакуем. Вот папочка, куда он распаковался. Вот файлик. Вот мы его берём, запускаем. У меня вот есть флешечка. Очень крошечная. Она 4 гигабайта. Вот на неё мы и поставим эту программу. Всё. Дело, как говорится, трёх секунд. Посмотрим, как на неё будет реагировать. У меня вот есть программулина одна, которая позволяет мне просматривать содержимое флешек. вот она пишет, что программа винтой установлена, но никаких изофайлов в ней пока ещё нет. то есть программа-то установлена, она работает, всё нормально. Теперь пошли дальше. вот она красавица, а тут мы давайте-ка позгиляемся над ней. ну простенькое что-нибудь. Вот закинем туда супергрупп диск поисковик операционных систем и какую-нибудь небольшую программулину, ну вот, MX. Это отнимет несколько дольше времени, но тем не менее. итак процесс закончен. Можем посмотреть вот на флешечке осталось ещё два гигабайта свободных, а две программки записались. Теперь посмотрим, что у нас здесь творится. ну, как видите, нормальное полноценное меню. Значит, эта программа называется она RM-PREP USB. Я её использую только для бегалого просмотра меню загрузки, потому что некоторые программы на ней не грузятся. я использую её только как вспомогательный инструмент, то есть, чтобы не перезагружать компьютер каждый раз. А вот я посмотрел, ага, грузится, грузится, ну, значит, и на флешку записать тоже будет всё нормально. Вернее, если уже с флешки стартовать, то и там будет всё нормально. Вот и всё. Теперь, значит, моя задача, я вам показал, как это делать на винде. Теперь я пойду на Linux, на свой старый компьютер, у которого таблица разделов старенькая, MS-DOS, MBR, значит, и там сниму видео, как я устанавливаю программу, эту же программу, на Linux. Итак, я проверил флешку, значит, где мы записали на моём новом компьютере с таблицей разделов GPT, вот, проверил на старом компьютере, всё нормально, всё с неё грузится, ну, нормально, проблем нет. теперь будем ставить, значит, на Linux Mint Цинамон, будем ставить на также эту программу, вот, надо перейти в раздел загрузок, так, вот, так, вот, Linux, здесь мы, значит, пройдем вот сюда. Так. Вот Linux TARGAZET. Ну, я вот сюда уже ее, как говорится, ставил. Ну, давайте вот я в документы поставлю. Сохраню ее. Вот. Показать в папке. Вот. Открыл ее, значит, я ее в документах. Правой кнопкой мышки распаковать сюда. Вот папочка. В этой папочке, значит, вот у нас имеются файлики. И мы, значит, что сейчас делаем? Правой кнопкой мышки открыть в терминале. и напишем в терминале команду такую сюда пробел SU. Заведем свой парольчик. Все. Теперь, значит, я открою папочку, где у меня там была уже заготовлена для вас команда. Так. Мега. Вот это, по-моему. Да. Вот здесь, значит, вставляется эта команда и вот красная буковка X обозначает как воспринимается флешка программы G-Party. Вот я иду открывая программу G-Party. Вот смотрим. S-D-B. Насколько мне понимается. Да. S-D-B. Значит, вот здесь я могу уже для себя взять вот так вот это дело скопировать. Сюда, значит, вставить как текст. Но буковку X я сейчас заменю буковкой B. Вот так. вот я копирую ее. И в терминале, значит, я вставляю вот эту команду. Наспрашивают меня да или нет. естественно, я отвечаю да. Еще раз говорю да. Yes. И она начинает устанавливаться на флешку. А после этого мы, значит, уже посмотрим там и размер флешки и программ на нее тоже из образов накидаем. А потом вернемся обратно на винду. и, значит, на винде проверим опять-таки как оно все это дело будет работать. Ну что, насколько я понимаю, программа закончила работу. Закрываем терминал. Вот эта флешечка наша. Размер у нее совсем, скажем так, небольшой. ну, тем не менее, значит, что мы сейчас сделаем. Вот. 8 гигабайт размер флешки. Я сейчас пойду в отдел загрузок. вот у меня тут имеется несколько из-за образов. Я их скопирую и просто-напросто вот возьму и вставлю вот сюда. вот я выведу панелечку эту. А пока суть до дела я прервусь. Итак, я перекинул три из-за образа на флешку. Значит, и еще у меня он свободно осталось там где-то три гигабайта. Ну, для учебных целей этого вполне достаточно. Хотя сюда встают образы установки и винды, и Сергей Стрельца. Да, чего угодно. Работает программа что надо. Значит, что я сейчас делаю? Я сейчас перезагружусь, проверю значит, эту флешку 8-ми гигабайтную на этом компьютере, на стареньком. Затем перейду на новый компьютер, на нем ее проверю, затем заскочу на винду и мы там с вами закончим этот учебный видеокурс. Итак, я флешечку, которую записал на Linux перезагрузился, проверил на стареньком Linux, где таблица разделов MS-DOS BR, а также на вот этом новом компьютере GPT. В обоих случаях значит, она работает. Вот, флешка 7,4 гигабайта, 2 гигабайта свободно. Вот, можем посмотреть все это дело и вот здесь. вот, как видите, и здесь все, как говорится, нормально работает. Запомните, используйте эту программу только для просмотра меню загрузки, потому что если там пойдете дальше, то получите сообщение, что у вас не то ядро или еще что-то, не теряйте времени. Это программа для того, чтобы просто на вскидку проверять, какие программы записаны на флешке. Вот и все. Не ждите от нее ничего большего. Вот, ну, ладно. Значит, в принципе, основную задачу я считаю, что выполнил. Я показал, как установить эту программочку винтой на винде, на линуксе, как это все дело работает. Так что желаю вам всяческих успехов и удач. Ну, и до новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...